Салмастер Макхурмятте от Андастар Сегодня я хотел посвятить эфир очень важному вопросу, который мне задают регулярно И хотя 19 мая я очень подробно излагал позиции по тенге К сожалению, многие люди просто видят цифры, что вот тенге вчера был 408, сегодня 402 Как же так? Вы обещали 500 и так далее Мы купили на тенге доллары И никак не могут внимательно послушать это видеоинтервью Которое я очень детально раскладывал по поведению тенге По состоянию государственного бюджета и экономики нашей страны Я думаю, что очень важно, чтобы наше население было грамотно и политически, и экономически И, собственно, это все побуждает затем действовать, предпринимать какие-то шаги Вовремя реагировать И, что называется, это позволяет, наверное, многим избежать плохих последствий В этой связи я хотел бы сегодня часть эфира посвятить теме Почему же все-таки тенге укрепляется И пояснить, насколько это возможно, простыми словами Что такое экономика И вообще научить вас реагировать и оценивать действия правительства И вообще понимать, что происходит в экономике Итак, мне говорят Тенге укрепляется, вы нас обманули и так далее Уважаемые друзья, я в прошлом эфире в качестве примера говорил Следующие аргументы и слова, и они не изменились Ну хорошо, давайте поймем Если тенге укрепляется, значит его стоимость растет И на эти деньги купить можно больше товаров Но, к сожалению, вы когда пойдете с определенным количеством тенге Вы увидите, что на продовольстве, в частности, цены выросли То есть тенге, получается, не укрепилось, а ослабло Через стоимость покупки или товаров Вы это можете определить Далее Вы должны себе задать вопрос Не говорить, что вот там тенге стало стоить столько-то И так далее Вы должны задать себе вопрос А почему тенге укрепляется? Что же такого случилось? На самом деле ответы очень простые на эти вопросы Ну давайте мы для себя сделаем следующие выводы И зададим себе ряд вопросов Вот вы все находились на карантине Два с половиной месяца минимум Страна не работала То есть экономика практически простаивала Да, работали нефтегазовые предприятия Работали какие-то сырьевые предприятия промышленные Но в целом, как вы знаете, в городах экономика стояла Люди не работали Магазин, рестораны, малый, средний бизнес, торговля Вся фактически остановилась И тогда вы должны себе задать вопрос Если тенге укрепляется, значит у нас все хорошо Становится лучше и лучше А какие аргументы есть, чтобы такие слова произнести Цены на нефть низкие Они по итогам апреля Средняя цена составила приблизительно 18 долларов за баррель А в начале года была цена 68 То есть цена упала в три с половиной раз То есть и так Цены на нефть плохие Валюты, значит страну приходит меньше И значит у нас экономика не улучшилась Предприятия стояли Потому что люди не выходили на работу Был карантин И я озвучивал, что налоговое поступление по доходу КПН так называемый Корпоративный налог на прибыль Уменьшились более чем на 90% То есть бюджет страны недополучил налогов По корпоративному налогу на прибыль более 90% По налогу на добавленную стоимость за апрель Бюджет недополучил более 6-10% И так далее То есть это естественно Если предприятия простаивают Люди не работают А работает какое-то ограниченное количество предприятий При том цены на продукты На продукции этих предприятий на мировых рынках Упали в несколько раз Получается у нас доходы в бюджете резко упали А если доходы упали Значит возникает проблема Как платить заработную плату людям Как оплачивать другие расходы То есть на самом деле Март, апрель, май Ситуация все время была плохая и ухудшалась И вы себе как разумный здравый человек Должны задать вопрос А как так получается Что когда общие падения экономики происходят А тенге вдруг укрепляется И тогда вы можете не упрекать Мухтара Блязова говорит Ты нас обманул Просто поискать ответ на этот вопрос Вопрос очень простой Я сейчас хотел бы пояснить Чтобы вы понимали Что те кто инвестировал свои сбережения Именно длительные Я говорю о сбережении Которые вы хотите сохранить А не потерять Не там чтобы вы положили тенге в доллары И потом через две недели Или через неделю Вам нужно их продавать Чтобы обеспечить свою текущую жизнь Нет Именно я говорю О сбережениях Итак Я вам сейчас Озвучу ряд цифр Я в принципе перед Выступлением в этом прямом эфире Написал два поста Которые описывают состояние Государственного бюджета страны Итак Возьмем апрель месяц В апреле месяце Бюджет страны Собрал налогов всего лишь 411 миллиардов тенге И затем Был получен Доход Так называемый Трансфер Или трансфер Перевод из национального фонда 706 миллиардов тенге То есть вы видите Что Всего лишь было исполнено Налоговое поступление В 28 процентов И Текущий Месячный бюджет За апрель Был разрешен Только за счет того Что деньги были взяты Из национального фонда В национальном фонде Деньги хранятся В валюте Как правило Как правило в валюте И вот представьте себе 706 миллиардов тенге Это если поделить на курс Допустим даже средний На тот момент 420 Это приблизительно Ну Свыше Полутора миллиардов долларов Так скажу я Да Свыше полутора миллиардов долларов Пришлось Нацфонду бросить На валютную биржу Чтобы Продать эти доллары И тенге попало В бюджет страны То есть вы понимаете Да Представьте себе Что На валютную биржу Эти доллары Не попали бы Тогда уже в апреле Курс тенге Обвалился бы просто Минимум на 20-30 процентов Собственно В марте было то же самое В марте Дефицит валюты Обеспечил национальный банк Он сжег Чтобы стабилизировать Курс тенге Полтора миллиарда долларов То есть получается Что если бы национальный банк В марте Не сжег свои Валютные Резервы То Курс уже бы в марте Обвалился Минимум на 20-30 процентов Поэтому когда я говорил Что В соответствии с рынком Цена Тенге Формируется на основе Спроса и предложений Со стороны рынка Не со стороны государства Со стороны рынка То цена бы давно Бы рухнула На 20-30 процентов То есть Вы понимаете Что курс тенге Удерживается административно Путем сжигания Резервов страны Чуда нет Он просто так Тенге не укрепляется И не держится Только за счет того Что уменьшается Общий объем Резервов Национального банка Страны И Национального фонда Итак Цифры таковы Что в апреле Чтобы Министерство финансов Сумело оплатить Свои расходы Заработные платы Бюджетным работникам Разные бюджетные программы Они были вынуждены Из Национального фонда Взять 706 миллиардов тенге Что составляет Более полутора миллиардов долларов Раз И еще Обратите внимание В апреле месяце Бюджет взял Займы У пенсионного фонда 453 миллиарда тенге Более миллиарда долларов То есть Представляете Масштаб проблем Которые сейчас Есть В нашей стране То есть Для того чтобы Министерство финансов Было в состоянии Выплачивать зарплаты И другие расходы Они были вынуждены Из пенсионного фонда Вытащить 453 миллиарда тенге По ставке 10,5% Годовых Вот таким образом Они Кое-как В апреле Свели Концы с концами И еще Не забывайте Что в марте Была дырка В бюджете 320 миллиардов тенге Вот это суммарно Они с трудом За счет пенсионного фонда За счет Нацфонда За счет Продажи Ресурсов Рядом Ряда Национальной Компании Им удалось В апреле Удержать курс Теперь очень важный момент Вы не должны Просто смотреть На курс Только из Этих расчетов Вообще Когда Цена На любой товар В том числе На деньги На тенге На доллары Формируется Нерыночным путем В этом смысле Ничего хорошего нет Наше государство Работает по рыночным принципам Рыночный принцип заключается в том Что любой товар Стоит ровно столько Сколько за него готовы заплатить Так называемый Спрос и предложение Когда За какой-то товар Количество людей Готово заплатить Ровно столько Но он ровно столько стоит Это называется Рыночная стоимость Формируется Формируется На основе Баланса Спроса И предложения Так вот Здесь Понимаете Что и в марте В апреле Спрос был Высокий А эту Разницу Дырку Рынок не Готов был заплатить Не было у людей Возможности Такое количество Валюты продать То есть Не хватало Дефицит был И вот Полтора миллиарда Блил нацбанк В марте И В апреле И в мае Влил нацфонд Теперь дальше Смотрите Очень важный момент Если вы хотите Понимать Как Будет устроена Тенге Помимо всего прочего Когда В дело Вступает Политика Когда Работает Именно Нерыночные Механизмы Экономика Искривляется Что это значит Это значит Что ваш товар Приходит полицейский Прокурор говорит Ты почему По такой цене Продаешь Давай Не продавай Выписывает Какое-то Постановление Незаконное И вас Принуждает Продавать По фиксированной Цене К чему это Приводит Это приводит К тому Что вы Несете Убытки Как предприниматель Почему убытки Потому что Если Совсем Недавно Курс Тенге Был 382 А затем Он ушел Далеко За 400 Значит Если вы Продаете Импортный Товар Вам пришлось Покупать Дороже Валюту Больше Тенге Потратить Но Сейчас Вы С учетом Того Что Курс Тенге Меняется Вы Пытаетесь Компенсировать Соответственно Продаете Его По курсу Другому А к вам Приходит Прокурор Говорит Нет Ты давай Продавай По той Цене Которую Ты Приобрел Максимум Тебе Рентабельность 10% А твои 10% Не покрывает Вот это Скачки Валюты И вам Наносит Убыток И таким Образум Многие Из вас Разоряются Чтобы Этого Попадаете На штрафы Вот что Значит Нерыночная Экономика Таким Образум Правительство Искусственно Таким Образум Регулируя Разоряет Бизнес В мире Так Не делают В мире Именно все Формируется На основе Спроса Предложения Так и Стоимость Валюты Формируется Итак Мы знаем Что Тенге Наша Привязана К российскому Рублю Приблизительно За Один Рубль Сейчас Сформировался Курс 5.8 Тенге Вы Всегда Следите А как Себя Ведет Рубль Ну Например Если Он Стоит 70 Вы Умножаете На 5.8 И Получается Тот Курс Который Является Скажем Ну Относительно Рыночным Это Та Цена Или Та Стоимость Тенге Которая У вас Должна Быть То Вы Не Только На Нашу Биржу Смотрите Все Время Сравнивайте Коэффициент 5.8 Есть Или Нет Если Этого Нет Значит Вы Должны Бить Тревогу И Принимать Какие-то Действия Вот Я Теперь Хотел Ряд Комментариев Сказать По России Дело В том Что В России 1 июля Ожидается Голосование По Новой Конституции Суть Новой Конституции Она Позволяет Путину Оставаться Бесконечно У Власти Это Суть Всех Авторитарных Режимов И Он 1 июля Организовывает Голосование Некие Поправки Конституции Которые Позволят Ему В следующий раз Снова Баллотироваться На должность Президента А ранее Ранее Российская Конституция Запрещала Человеку Баллотироваться На должность Президента Более Двух Сроков Вот Собственно Путин Делает Поправки Конституции Как в свое Время Сделал Назарбаев Которые Ему Позволяли Быть Вечным Президентом А сейчас Пожизненным Ельбасы Пожизненным Председателем Совета Безопасности Фактически Главой Государства То же самое Делает Путин И вот Ну Смысл Путину Сейчас Когда Люди На карантине Когда Доходы Упали Ронять Девальвировать Курс Рубля Еще раз Рубль Как любой Товар Это товар Он отражает Состояние Экономики Любое Административное Вмешательство Нарушение Правил Рынка Формирование Цены На основе Спроса Приложения Приводит К таким Искривлением В экономике Что Безусловно Кто-то Разоряется Кто-то Не может Развить Свой Бизнес И так Далее Поэтому Такого Рода Вмешательства Административное Давление На Объективный Рыночный Курс Национальной Валюты Приводит Серьезным Проблемам Но Как вы знаете В авторитарных Системах Они думают По-другому Они все Выстраивают На пинках На административных Рычагах Бизнес Они захватывают Они не смотрят Монополия Не монополия Просто все Подметают И все Кто сопротивляется Уничтожают Собственно Они подходят Также и Курсу Национальной Валюты И вот В связи с тем Что 1 июля Намечается Голосование По новой Конституции А это очень Сильно нужно Путину Он хочет Быть вечным Президентом Очевидно Что Рубль Не будет Девальвироваться Более того Он будет Укрепляться За счет Чего Сейчас Идут Активные Интервенции Стороны Министерства Финансов Которые Ежедневно Выбрасывают Приблизительно Около 160 Миллионов Долларов На биржу Ежедневно Плюс Центральный банк Вбрасывает На рынок Доллары И это Позволяет Рубль Удерживать И более того Даже Укреплять Ну и Важный момент Что Когда был Карантин Ну все Сидели дома Практически Не ходили В магазин Кроме продовольствия Ничего не покупали По минимуму Это привело К тому Что Объем торгов На валютной бирже Спрос на доллары Резко упал А вы помните Что в Казахстане Еще Обменники закрыли То есть у вас Не было возможности Приобрести валюту А еще Был момент В Казахстане Он есть В некоторых банках Когда вы пытаетесь Свой валютный вклад Доллар Забрать А мне об этом Пишут Очень многие Банк не отдает вам Доллары Он говорит Бери по курсу В тенге Принуждает Взять тенге Таким образом Курс Курс К российскому рублю Вот У каждой У каждой страны В апреле По итогу Раз Предыдущие месяцы В апреле В апреле В марте Нефтяные компании Накопили убытки И когда Даже если цена На нефть будет 40 долларов И они получат Выручку Они этими деньгами Просто покроют Свои убытки Если у них Есть еще Прибыль То есть Бюджет от них От нефтяных компаний Почти ничего Не получил В апреле В мае И так же Будет продолжаться И в июне Вот такая ситуация Соответственно В июне Будет плохая ситуация Так же По сборам Налогов Теперь посмотрите В мае месяце В мае месяце Министерство финансов Закрыло свои дырки Взяло Из национального фонда 650 миллиардов тенге Что это приблизительно Тоже составляет Около полутора миллиардов долларов Но Это еще Не предел В июне Ситуация будет хуже Почему? Потому что За мае месяц Национальные компании Выплатили дивиденды Каза Топром 99 миллиардов тенге 88 миллиардов тенге Газмурный газ 45.3 миллиарда Заплатил Каз Трансойл И какие-то еще компании Около 250 миллиардов тенге За май месяц Были выплачены дивиденды Национальными компаниями Но в июне Их не будет То есть Фактически Получится Что В июне месяце Бюджет Бюджет Может быть Может даже Укрепляться Искусственно Но Искусственно Почему? Потому что Казахстан Будет держать Соотношение За 1 рубль 5.8 Если в России Рубль не будет Падать А Путин А Путин Это сейчас Не допустит Значит Казахстане Будет В июне Стоять тенге Ну и потом Вы должны знать Что когда люди Сидели на карантине Объем сделок Был приблизительно На бирже Ну 50-70 миллион долларов Иногда 80 миллион долларов В день А Я вам скажу 10 марта В качестве примера Когда еще Страна Не была на карантине Объем продаж Долларов На бирже В день Составил 500 миллионов долларов США Вдумайтесь Когда вы были На карантине Было 50-80 Миллион долларов А 10 марта Было 500 миллион долларов То есть 5-6 раз Больше А иногда И в 10 раз Относительно Марта Ну Средний объем Продаж Долларов Составлял Порядка 200 Может больше Долларов В сутки Что о чем Это говорит Это говорит о том Что сейчас 3 раза В 4 раза Меньше Спрос валюты Только потому Что Им Компании Которые торгуют Товарами Продовольствием И другим Они Не Покупают Валюту Чтобы приобрести Привезти Товар Потому что Рынки сейчас Закрыты И Поэтому Формируются Определенные Дефицит товаров И они Вынуждены Поднимать Цены на товары Чтобы компенсировать То что У них товаров Мало на складе Они его продают Дороже Это во первых То есть Вы понимаете Да Сейчас еще Второй фактор То что Вы были на карантине И спрос на доллары Уменьшился Со стороны населения Плюс Туристические компании Если раньше Они вот в июне В июле В августе Получали От вас Доллары И на эти деньги Организовывали Отдых Наших граждан За рубежом Сейчас Все Этот бизнес Вымер Туристические компании Не организовывают Выезд Наших граждан За пределы Нашей страны Туристический сезон В этом году Закрыт Это тоже Уменьшает Спрос на валюту И даже При этих обстоятельствах Вы видите Минимум Полтора миллиарда Долларов В месяц Национальный банк Национальный фонд Вынуждены Вбрасывать На биржу И таким образом Удерживать Курс тенге А теперь Представьте себе Что У национального фонда Не окажется Таких возможностей Тогда просто Тенге Рухнет Поэтому Уважаемые друзья Вы Должны понимать Когда Вы мне задаете вопрос Почему Тенге Укрепляется Я хочу сказать Что это Политический фактор Политический фактор И он Никак не связан С рынком А я Анализирую Говорю О рыночных факторах Что они Сделают Каким образом Примет административное Решение На какую Стоимость Сдержать Это никто Не знает Потому что Эти люди Они не исходят Из знания Экономических реалий Они не ориентируются На рынок Они просто Ориентируются На свои Политические интересы Они хотят Удержать Курс тенге Создать Внешнее Спокойствие Надеются Что цена На нефть Вырастет Вот недавно Она была 25-30 долларов Сейчас 38-39 Типа давайте Подождем А вдруг Повезет Вдруг повезет Дотянем его До сентября В октября Может цена На нефть Поднимутся И мы Выплывем Из этой ямы Так они Думают Прикрываясь Деньгами Пенсионного Фонда Прикрываясь Деньгами Национального Фонда Национального Банка Вот что Они делают Но это Удел Не сильных Экономистов Удел Не рыночных Экономистов Не Удел Не правительства Которое Принимает Правильные Экономические Решения И Безусловно Это Только усугубляет Положение Становится Хуже И хуже Почему На примере Нефть Я скажу Хорошо Пусть будет 40 долларов За баррель Цена нефти Но это Бюджету Ничем не поможет Потому что При этой цене Бюджет Со стороны Нефтенной Компании Ничего практически Не получит То есть Доходы будут Минимальны Но при этом Наши Нефтегазовые Компании Уменьшили Объем Производства Добычи Нефти На 23 Процента На 390 тысяч Боррелей В сутки И вот 4 июня Ожидается Заседание ОПЕК Плюс И Саудиты Настаивают Чтобы Этот объем Сниженный Он продолжался То есть Что получается Цена вроде Несколько выросла Но только Наши Продают Нефти Меньше А раз Нефти Меньше Поступит Меньше Валюты А что значит Придет меньше Валюты Нашу страну Это значит На бирже Ее будет Мало И в итоге Опять Национальный банк Национальный фонд Вынуждены Убрасывать Будут В валюту Резервы Те самые Резервы Которые Говорил Назарбаев Якобы 90 миллиардов На самом деле Уже давно Нет Мы Этим деньгами Будем Прикрывать Дыры Это не Поможет Вот И Вот на что Надеется Собственно Назарбаев И Перекрывает Ждут Роста Повышения Цен На нефть На самом деле Их ждет Засада Еще В другом месте Сейчас я хотел бы Несколько слов сказать Какие к сожалению Проблемы Будут Сейчас У вас Дело в том Что Вам Всем Нужно С 1 по 15 Июня Заплатить Проценты Удвоенные Кому-то Продлили Банки Выплату Процентов Предыдущих Когда вы Находились На карантине Еще в марте До 1 июня Или до Середины июня Но К этому моменту Вам нужно заплатить Еще текущие То есть Вы платите Удвоенные Проценты Которые Вам отложены И плюс На них Еще накрутили Проценты Вы их тоже Обязаны заплатить И Очевидно Что с учетом Того Что Население Не выходило На работу Сидело Дома Не имело Доходов И у кого-то Таких сбережений Не очень много Значительная часть Нашего Населения Не в состоянии Будет заплатить Банковские проценты Тем более Вернуть кредиты Ну Скажем так Консервативно Мы так оценим Минимум 30% Населения Не будет В состоянии Оплатить Проценты И вернуть Суммы кредитов В июне Этого месяца А Баланс Банков Завершается Полугодием По итогам Июня К первому Июля Они должны Затем Показывать Финансовые Результаты Показывать Свою Отчетность Итак Анализ Простой Показывает Я анализировал Банковский Сектор Что Банки Будут иметь Дырку Убытки И для того Чтобы эти Убытки Покрыть Им нужно Влить Собственные Ресурсы От акционеров В капитал Банков Чтобы банки Просто стояли На плаву В июле В капитал Банков Должно Быть влито Минимум Три с половиной Миллиардов Долларов А если Банки Хотят Продолжать Кредитовать Экономику Страны Нужно Влить Еще Столько Вот Представьте Около Семи Миллиардов Долларов Акционеры Должны Влить В капиталы Своих Банков А вы Знаете Что эти Банки В основном Назарбаевский Если Это Не Сделают Банки Покажут Убытки Рейтинга Агентства Уронит Рейтинги Банков Регулятор Потребует Чтобы Они Эту Дырку Закрыли Если Они Эту Дырку Не Закроют Что Ужасно Вкладчики По сути Дела Не Смогут Вернуть Свои Депозиты Я Не Случайно Полтора Месяца Зад По Месяц Заявлял В июле Банки Казахстана Испытывают Будут Гигантские Проблемы И много Банков Просто Рухнет Рухнет Если Правительство Не окажет Быструю Поддержку И Денег На самом деле Ограниченное Количество Ну как Это Каждый Месяц Вливать Бюджет Страны Из Нацфонда По полтора Миллиарда Долларов Но Нацфонд Он не Резиновый И По моим Оценкам Они Только Бюджет Могут Поддерживать Максимум До Конца Года Потом Наличных Денег В национальном Фонде Не будет Там Разные Ценные Бумаги Которые Не так Просто Превратить В реальные Деньги И Они Купленные Акции Облигации Все Прочее Которые Превратить В живые Деньги В доллары Это Не так Просто Будет На Международных Рынках Занять Деньги Будет Непросто Я хотел бы Еще Кстати Отметить Тот Факт Что Правительство Страны Заявило О том Что Государственный Долг Увеличит Еще На 5 Процентов Приблизительно 7,5 8 Миллиардов Долларов Правительство Заявляет Что Увеличит Свой Внутренний Долг Не важно Где Займет На международных Рынках Внутри На международных Рынках Много Не смогут Занять Значит Займут Внутри Где Займут Займут У нас Национального Фонда Не случайно Министерство Финансов Объявило Что Они хотели 3 миллиарда Привлечь На международных Рынках Но Типа Решили Не Брать На самом деле Они просто Не смогли Им просто Не дали День И вот Эти 3 Миллиарда Сейчас Они Возьмут У Национального Фонда Вот В смысле Национального Банка Извините Возьмут Именно У Национального Банка Они выпустят Ценные бумаги И На 3 миллиарда Национальный Фонд их купит И Опять Будут Закрывать Дырку То есть Денег Национального Фонда И Национального Банка Хватит В лучшем Случае Чтобы Продержаться До Конца Года Покрывать Эти дырки Но Тут приходит Привет Со стороны Банков В связи с тем Что вы сидели На карантине У вас не было Доходов Вы в июне Не будете Состояния Оплачивать Проценты В октябре По итогам 9 месяцев В банках Будет вообще Катастрофа Размер Дырки Будет составлять Минимум 15 миллиардов Долларов Это В банках Назарбаева Ну и Как практика Показывает Эти люди Работают По системе Ниппель У них все В одну сторону Качается То есть Они крадут Деньги Уходят в офшоры Но обратно Они никогда Не придут И поэтому Ясно Что Банки Назарбаева Опять будут Тянуть деньги Откуда Из национального Фонда Из национального Банка Там денег Уже Столько Не будет Если они Не сделают То что Я рекомендую Одним словом В июле В банках Будет плохо Вкладчики Могут потерять Свои деньги Да Они пока В июне Искусственно Будут держать И возможно В июле Но Возможности У них таких Хватит Максимум До осени Вы знаете Что Средний курс Который Правительство Заложило Индикативно Что За 1 доллар 440 Тенге Ну сейчас Приблизительно Уже почти 400 Что это значит Это значит Что Сейчас Если средний курс Где-то Около 4 10 За Доллар Где-то Приблизительно В сентябре Они могут Девальвировать Минимум На 30% 20% Курс Будет За 1 доллар 500 тенге Но В среднем По году Получится Что Как бы 440 То есть Например В сентябре Девальвируют Сделают 500 Но До этого Среди Тем Что Курс Был 400 По Итогам Года Получится Как бы 440 Средний Курс Вот Уже Сам Механизм То Что Они Заложили Средний Курс 440 Говорит О том Что Правительство Прекрасно Понимают Что Они Не Удержат Эту Ситуацию И В какой-то Момент Они Хотят Девальвировать В какой Момент Я Хочу Сказать Следующее Угадывать Их Бесполезно Мы Можем Только Считать По Размеру Истощения Национального Фонда Страны Национального Банка Это Я Буду Вам Регулярно Рассказывать И Предсказывать И Говорить Что И Когда Они Смогут Сделать Итак Уважаемые Друзья Экономика В плохом Состоянии Бюджет Страны Дырявый Минимум Полтора Миллиарда Долларов Каждый Месяц Эти Деньги Вытягиваются Из Национального Фонда Минимум И Сейчас Вы Вышли На Работу Вы Увидите Что У вас Нет Клиентов Вы Не Будет Не Убытки Вы Уже Получили Убытки Руководитель Предприятия Эти Убытки Вы Будете Покрывать Какими То Действиями Которые Вы Сейчас Производите Как Вы Работаете Прибыли У вас Не Будет Сотни Тысяч Людей Будут Выброшены На Рынок Труда Министр Труда Вообще Интересно Сделал Заявление Типа Раньше У нас Было Безработных Четыре С Половиной Процента А Сейчас Будет Пять И Восемь Типа Чуть Больше На Один Процент Это Ложь Это Ложь Безработных Будет Миллионами Сейчас Формироваться Будет Выбрасывать На Рынок Это Вы Увидите Уже Знаете Что Это Происходит Теперь Что Нужно Делать Я Все Это Негативный Сценарий Рассказываю Но Я же Должен Объяснить Как Все Таки Выровнять Ситуацию А Выровнять Нужно Очень Просто Нужно Чтобы Люди Получили Доход Чтобы Их Не Сокращали Чтобы Малый Средний Предприятий Бизнес Работал В Первую Очередь Мы же Говорим Что У Нет Денег Нет Денег На Жизнь С Работой Многих Сократят У Людей Нет Денег Чтобы Заплатить Проценты Банкам Соответственно Банки Не получив Эти Деньги Начинают Попадать В Труднейшее Положение И Не Возвращают Деньги Вкладчикам Какой Выход Вы Меня Спросите Я Сейчас Делаю Совет Как Я Регулярно Об этом Говорю Не Для Того Чтобы Помочь Назарбаева Неизбежно Упадет Они Не Справятся С Этими Проблемами Они Не Могут Даже 42 Тысяч Тенге Выплатить В итоге Один Месяц Поработали А потом Переложили Его На Сами Предприятия Которые И так Уже Лежат Они Несколько Месяцев Не Абсолют Патент Они Не Думают Ни О Людях Ни О Бизнесе Они Просто Делают Какие-то Инстинктивные Движения Притом Скажем Не Соответствующие Требования Временем Не Соответствующие Тому Чтобы Просто Спасти И Людей И Экономику И Что Все Таки Делать Чтобы Спасти Ситуацию Все Очень Просто Мы Объявили Что 6 Июня Мы Организовываем Митинги По всей Стране И Наши Экономические Требования Следующие Каждому Гражданину Независимо От того Младенец Или Он Где-то Работает На Предприятиях Получает Ежемесячную Зарплату Независимо От того Что Пенсионер Или Он Студент Каждому Выплатить По 50 Тысяч Тенге Между Прочем В России Детям Выплачивают До 15 Лет По 10 Тысяч Рублей Что Составляет Порядка 150 Долларов И 150 Долларов По Текущему Курсу Это Было Бы Не 50 Тысяч Тенге Как мы Предлагаем А Все 60 Тысяч То есть В России Эти выплаты Делают Пример Есть Итак Мы Считаем Что Каждому Гражданину Нашей Страны Нужно Выплатить По 50 Тысяч Тенге За Май Июнь Июль И Август Это Позволит Людям Находиться На плаву Перестроить Свою Жизнь Оплачивать Свои Расходы Коммунальные Другие Расходы Не Таким Образом Действительно Тогда Предприятия Не будут Увольнять Людей Потому Что Их товары Будут Продаваться Услуги Будут Оказываться Эти Четыре Месяца Минимум Предприятия Будут На плаву Это Первое Второе Необходимо Заплатить За эти Четыре Месяца Май Включая Август Оплатить Проценты Банкам За Этих Людей Таких Граждан Заемщиков Семь С половиной Миллиона Человек Плюс Оплатить Проценты Бизнесу Банкам Тогда Что Получится Получится Что Люди Получают Передышку Даже Те Кто Потерял Работу Или Даже Кто Имеет Они Все Получают Передышку Определенный Денежный Запас Потому Что Получают Деньги Включая Младенцев Эти Средства Позволят Людям Как-то Перестроить Свою Жизнь Перестроить Свой Бизнес Четыре Месяца Это Достаточный Срок За это Время Безусловно Какие-то Положительные Изменения Произойдут В мировой Экономике Самое Главное Что Когда Это Будет Сделано Вся Экономика Будет Функционировать И Плюс Для Назарбаева Если Государство Оплатит Проценты И Бизнес И Людям Банки Не Будут В июле Иметь Плохой Баланс Показывать Убытки И не Нужно Будет Вкладывать Туда 7 Миллиардов Долларов Чтобы Спасти Банковскую Систему Вот Что Поможет Изменить Ситуацию В нашей Стране Сбалансировать Собственно Вашу Жизнь Экономику И Спасти Банковскую Систему Пусть Даже Назарбаевскую Теперь Смотрите Что Будет Делать Назарбаев Почему Я говорю Что Когда Многие Из вас Думают Что Это Мировой Кризис Власть Не Виновата И Все Прочее На самом Деле Не Так Вы Прекрасно Знаете Что Даже В этих Условиях Они Крадут Миллиарды Даже В этих Условиях Потому Что Это Мафиозная Система Она Так Построена Они Все Время Хватают Хватают Выстроили Схемы И Продолжают Это Делать Более Того Если Бы Они Раньше Не Воровали Б А Инвестировали Эти Деньги В Экономику Страны Была Совершенно Другая Несырьевая Экономика Страны Мы Вообще Ничего Не Производим Поэтому Очевидно Что Этот Кризис Потери Рабочих Мест Низкие Доходы Прямо Напрямую Связаны Именно С Вас Обрек На Нищету Этот Преступный Режим В условиях Пандемии Создал Кризис И Вы Сейчас Находите Находите В плохом Положении Что Будет Делать На самом Деле Назарбаев Я Еще раз Хочу Показать Что Если Мы Сейчас Не Вмешаемся Не Изменим Нашу Жизнь Он Реализует Эту Схему На Сам Деле В Июне В Июле Ему Все Надо Спасать Свои Банки А В Октябре Тем Более Поэтому Назарбаев По сути Дела Опять Деньги Вытащит Из Национального Фонда И По Разным Схемам Вольет В Свои Банки Как Собственно Было У Него С Каском Когда Он Из Бюджета Страны На Подставное Лицо Влил 8 Миллиардов Долларов А Тимур Кулебаев Проглотил Каском С этими 8 Миллиардами Заплатив Всего Лишь Два Тинги Представляете Какая Мошенническая Операция Была сделана На глазах У всей Страны И мы Промолчали Сейчас Неизбежно Будет То же Самое Все равно Назарбаев Будет Стараться Украсть И эти Деньги Влить Свои Банки При этом Собственность Останется В их руках Все Так же Будет Они Просто Найдут Массу Схем Я даже О них Не хочу Останавливаться Я прекрасно Знаю Эти схемы Когда Они Таким Образом Вольют Эти Деньги В банки Свои Притом Деньги Налогоплательщиков Деньги Из национального Фонда Который Является По сути Достоянием Всего Общества А не Самого Назарбаева Который Превратил Его В свой Кошелек Личный Кошелек Так вот Что Они Сделают Они Вольют Свои Банки Эти Деньги Неизбежно Включая Октябрь Этого Года Порядка 10-15 Миллиардов Затем Эти Банки Будут Гоняться За вами Разные Компании Коллекторские Будут Приходить Отбирать Вашу Недвижимость Мы Знаем Что До сих пор Ходят Ипотечники С кредитами Шестого Года Восьмого Года Девятого Десятого Года Последнее Жилье Люди Кончают Свою Банков А ведь В эти Банки Назарбаев Каждый Год Вкладывал По 10 Миллиардов Ваших Денег Из Ваших Налогов Списывал Долги Своим Детьям Своим Близким Родственникам А эти Банки Охотятся За вами Ну Если Ты Списываешь Обязательства Этого Банка То Спеши Соответственно И Людям Наша Схема Предполагает Следующее Что Государство Платит За Этих Людей Которые Имеют Кредиты За вас Напрямую То есть На ваши счета Поступают Деньги Банк Списывает И в этом Случае У вас Нет Обязательств Перед банком За 4 месяца И у банка Баланс Хороший А что Сделает Назарбаев Он просто Зальет Свои банки Деньги А затем Банк Будет охотиться За вами За вами Будет охотиться Судебные Приставы У вас не будет жизни Вы потеряете работу Вы попадете в черный список Вы не сможете брать кредиты Ваша жизнь превратится в кошмар Это будет вот скоро И многие из вас уже живут такой жизнью Поэтому Я предлагаю решение Которое Спасет И банки Поможет Нашим гражданам Поможет Бизнесу Я Предлагаю Хасмужамар Тебе Очень хорошую схему Да Ты конечно Не разбираешься Ни в чем Но ты просто Внимательно послушай То что я сказал Потому что То что я объясняю Понятно Будет даже Школьникам Я вчера Разговаривал с одним Умным 17-летним мальчиком Час почти И меня удивило Что он хорошо понимает Финансы Налоги И так далее Я могу так сказать Наша молодежь 15-летняя 17-летняя Прекрасно поймет Все что Я озвучил Я понимаю Что Хасмужамар Ты вообще От всего далек Но Ну ты Что умеешь делать Ты умеешь становиться На колени Говорит О Елбасе Вы самый великий Вы самый могучный И вот Пришел тот сам момент Когда нужно Эти слова Произнести Для того Чтобы Самому остаться Президентом Пусть даже Номинальным Пусть даже На картинке Ну И таким образом Помочь стране У тебя сейчас есть Хорошая возможность Реализовать Свои качества Когда ты можешь Говорить О Ну что там Набейшевич Вы великий И так далее Но Предварительно Конечно Нужно тебе разобраться В том что я сказал А что же попросить У Назарбаева Сначала Я тебе Хочу сказать Следующее Там чемпион мира По влиянию Назарбаева Как известно Карим Масимов Тебе нужно Своего друга Карима Масимова Пригласить Поговорить Пригласить Министра финансов Послушать Мои предложения Лучше всего Это ваш рейтинг Поднимет Это спасет Страну И все прочее Социальная напряженность Снимет Мы каким-то образом Таким образом Выплывем Вот что Какие слова Должен сказать Карим Ну он его подготовит А ты должен Прийти Упасть на колени И сказать О Нурике О Великий Вот Благодаря вам Вот если бы Нить резервы Мы бы вообще Здесь подохли И так далее Ну поплачься Ну ты же это умеешь делать Вот сколько я тебя помню Все время ты такие речи Произносил Тогда это было не нужно Только для тебя лично Поэтому тебя назначили президентом А сейчас Ты можешь просто Остаться президентом Потому что очень скоро Тебя будут оплевывать И сейчас называют тебя Просто мебелью Завтра будет тебя Оплевывать Так же как Назарбаева Еще тебя так не оплевывает Как Назарбаева Но будут Будут И камни будут тебя кидать И так далее Поэтому если ты Хочешь Мягко отойти В итоге В будущем У тебя сейчас Хорош шанс Попроси Карима Прийти к тебе Твоего там Первого С примера Министра финансов Посидите Попроси Карима Чтобы он подготовил Назарбаева Беги к нему Становись на колени Умоляй Таким образом Ты сплочешь себя Поможешь людям А если вы сейчас Пойдете по старой схеме Опять украдете Порядка 10-15 миллиардов Из национального фонда Вольете свои банки Для вас Это кончится Очень плохо И очень скоро Поэтому Я просто вам Рекомендую Срочно это сделать Таким образом Уважаемые друзья Мы Делаем Хорошее предложение Тукаеву Кариму Масимову Министру финансов Чтобы они Стабилизировали Экономику страны Помогли людям И Это реально Спасет ситуацию То есть я сейчас Им предлагаю Те варианты Которые являются По сути Единственными Перекладывание Проблемы Из месяца В месяц Сжигание Валюты Просто Обозревать Что будет делать Путин Это ни к чему Хорошему в итоге Не придет Не приведет Осенью Придется Масштабно Обвалить Тенге Потому что Доходы падают Низкие И денег Национальном фонде Национальном банке Не так много Уважаемые друзья Я все Приложения Озвучил Объяснил Что будет В тенге Вы теперь Можете Все время Внимательно Наблюдать За курсом Рубля Относительно Тенге Коэффициент Где-то 5,8 За 1 рубль 5,8 Тенге И вы так Должны понимать Будет Девальвация Или не будет И вы должны Знать Что тенге Удерживать Только Политическими Методами Поэтому Когда вы у меня Спрашиваете А что будет Завтра Я вам сейчас Не скажу Потому что С точки зрения Рынка Это должно Произойти Немедленно Обвалиться Тенге Минимум На 20-30 Процентов Но с учетом Того Что там Принимаются Политические решения А не рыночные Это Никто не сможет Точно сказать Ориентируясь В первую очередь На Россию Россия обвалила Рубль Автоматически Тенге Тоже упадет Далее Последнее Еще раз Хочу напомнить 6 июня По всем регионам Страны Мы Призываем Наших сторонников Выйти На митинг Выйти На митинг Потребовать Заплатить Каждому По 50 тысяч Тенге Потребовать Чтобы Это правительство В течение Четырех месяцев С мая По август Ключительно Оплатила Ваши проценты За кредиты В банках Это экономические требования Политические требования Конечно же Будут Их много Свободу Политическим заключенным Требовать Будут Безусловно Другие Активисты Они придут Со своим пакетом Требований Я скажу Одно Я сейчас Говорю Только Экономических Требований Когда на митингах Будет Много Людей Люди Сами Озвучат Свои Политические Требования А именно Первое Чтобы этот Режим Ушел Шалкет Потребовать Отставки Всей политической Верхушки Когда На этих Митингах Будут Тысячи Они станут Бессрочными Как многие Требуют Сейчас Объявить Чтобы митинги Были Бессрочными В этом Нет Необходимости Как только На митинге Соберутся Тысячи Они Автоматически Станут Бессрочными Новые И новые Люди Будут Примыкать К этому Митингу И власть В итоге Будет Вынуждена Уйти Когда Вы говорите Что полиции Много Я говорю Нет Более Трех Тысяч Не может Собрать Режим Ни в Алмате Ни в Астане В региональных Областных Центрах Не более Полутора Тысяч Человек Значит Когда в Алмате Живет Два Миллиона В Астане Свыше Миллиона В Шимкенте Свыше Миллиона Вы понимаете Что такое Полторы Или три Тысяч Человек Полицейских Это вообще Ничего Поэтому Уважаемые Друзья Если На эти Митинги Выходят Тысячи Никакая Полиция Не сможет Удержать Никакая Наша Задача Вывести Как можно Больше Людей Поэтому Я еще Раз призываю 6 июня В 11 часов Дня По всем Областным Центрам Я призываю Выйти на митинг С экономическими Требованиями А затем И с политическими Алга Казахстан